Гражданский брак Сегодняшняя тема «Гражданский брак» и «за» и «против». Первое, что всегда, даже под нашим постом, и вполне правомерно было сказано, что это недочный термин. Я хочу с этого начать, у нас все-таки философский клуб с термином всегда стоит. Вот действительно не точный, потому что, на самом деле, гражданский брак – это тот брак, которым, например, кто сейчас в браке, да? Да, да, вот это и есть гражданский брак. Это брак, не освященный церковью, но зарегистрированный государством. Это официальный брак, он, в принципе, и гражданский. Но как же так случилось, что сейчас мы совершенно другое называем, да? Браком, и вот у этого термина есть своя история, но в каком-то смысле показывает то, что происходит, сущность этих процессов. То есть вот его прошлое, и там был церковный брак. Он был единственной формой брака, и это, как бы, чем-то было хорошо, чем-то плохо, но церковное очень сложно было растопнуть. Потому что там только прелюбедеяние это нужно было доказать, и, в принципе, да, принимал решение либо митрополит, либо патриарх. Ну, в общем, я не знаю, как там люди разводились, но, наверное, как бы, чаще всего они не разводились. Вроде сейчас можно и пожелание развить. Ну, это я говорю о прошлом, да? И вот это был единственным возможным браком, да? То есть не было других форм брака. А того последствия, да, с появлением европейских, да, законодательств и взглядов на это, появился брак, который, как бы, заключается между гражданами, отсюда и гражданцами, да? Потому что, если были подданные при монархии, да, то граждан не было. Заключается между гражданами, как бы, в этом процессе неким посредником и галантом выступает государство, да? То есть оно регистрирует, и возникает определенная права и обязанности, какой-то характер. Да, зарегистрированы. Да, зарегистрированы. Какое-то время церковный гражданский суд существовал. И существовало вот это вот такое легкое, как бы, что церковный, но на то время, да, когда еще традиционно он считался более надежным, что церковный это надежнее, а гражданки это так, для отмазки. Вот я думаю, это причина, почему потом, когда церковный вообще, как бы, перестал быть основным, и сейчас, если вы знаете, то, ну, может, что-то вещь обвенчаться, то вы вряд ли, только, наверное, за большую мсту, договоритесь со священником, что он вас обвенчает, если вы не принесли ему справку из ЗАГСа, да, что вы в браке, ну, или документ, что вы уже состоите в браке, не будут обвенчать. То есть они не рискуют, да, они не рискуют, они сначала вот вы распишитесь, а потом и дети обвенчаетесь, вот такое. Хотя я слышал, что, ну, за деньги, конечно, можно все. Вот такое правило. То есть вот этот вот брак стал основным. Ну, возникла тогда, как бы, вот эта ниша, да, а вот есть ли какой-то термин, который бы обозначал отношения, ну, как бы, реально похожие на супружеские, да, на брак, но с государством никак не связанные, да, с государством не вмешивали в этот вопрос. И еще тогда при церковном браке было, когда он доминировал, было такое понятие, как сожительство. И он и сейчас до сих пор может использоваться. Нам в фейсбуке написали это сожительство. Ну, коннотацию имеет неприятную сожительство. Какое-то такое, знаете, да, вот, типа, ну, это вообще не ничто, это, ну, во грехе живете. Да, вот такое. Но, я так думаю, что как раз от этого слова и отошли, и как бы вот назвали это тоже браком, да, то есть вот. Ну, теперь гражданский. Получился такой термин, который мы сейчас уточняем. Ну, по сути, если сказать иначе, он не официальный брак. Огромное количество таких вариаций его названий, я сейчас с вами прочитаю. Неофициальный, фактический, незарегистрированные врачные отношения. Это, кстати, в литературе и юридической, и научной. Неформальный, и вот, учитывая еще некую его особенность, есть такие его названия, как пробный, для того, чтобы попробовать, разобраться, что из этого получится. И предварительный, ну, как бы вот тоже, ну, похожий синоним в этом слове. А вот в странах, где такой брак на самом деле тоже регистрируется, а это есть, я хочу сказать, у нас такого нет, а у них есть, там есть интересное название. Мне даже кажется, хорошо бы, чтобы они вошли в наш пехот, и, возможно, даже эта традиция, да, у них там называется либо гражданский союз, либо гражданское партнерство. Да, и вот во Францию достаточно сильно распространен, и это вот как бы вот, как предварительный брак, да, как некая такая... Правда, происхождение вот этого брака очень специфично. Это был брак, который был специально создан для однополых пар. Вот, сначала массово вот в этом вот гражданском союзе-партнерстве были однополые пары, потом в них начали вступать разнополые пары, и, как бы вот, ну, такая трансформация, эволюция этого брака, и вот мы, я думаю, можем, как бы на такое значение, давайте, да, вот, неофициальный брак. И что я хочу сказать, да, вот, что во многих странах, в том числе и в Украине, мы же как бы это все другое, ну, нам самое ближе свое, разница между официальным и неофициальным законодательно достаточно сильно смягчена. То знать, что, в принципе, если вы живете в таком неофициальном браке, и потом, да, вот, у вас при расставании возникнет вопрос, связанный с материальными моментами с детьми, то они приравнены. Но есть разница в том, что вам придется доказывать, что вы состояли в фактическом браке, да, в фактических брачных отношениях, а это, как бы, ну, морочно, это нужно какие-то свидетели, да, свидетельства. Там, по-моему, три года у нас считается. Ну, и продолжительность, да, вот это вот, какие-то вещи, да, которые нужно, ну, в общем, как бы, вот в этом разница, поэтому тоже, в каком-то смысле, они стали близкими. Но, тем не менее, есть разница. И, по сути, я подумал, когда думал, готовился, думаю, ну, наверное, не обойтись без сравнения, да, то есть, чтобы говорить за и против, ну, наверное, надо смотреть официальный, да, вот это вот, и неофициальный. Вот дальше я буду использовать слово неофициальный, гражданский брак, как всем на него хорошо, а официальный, который, ну, законный брак, так вот, скажем. И у меня 12 пунктов, надеюсь, вы не устанете их услышивать, и вот, да, и 12 каких-то направлений. Если зацепится мысль, идея и закончится обсудить, можно сразу же задать вопрос, но все равно я перенесу такое уже длительное обсуждение туда, хорошо, но на вторую часть. Чтобы здесь мы не растекошилися мыслью по древу, не потеряли нить, о чем мы вообще слышали, хорошо? Итак, первый пункт, я его так называл, идеальная продолжительность. Идеальная продолжительность, это вот, когда мы заключаем официальный брак, по крайней мере, пока мы еще к этому всему положительно относимся, находимся в таких, да, романтических настроениях, нам кажется, что это на всю жизнь. Да, мне так кажется, это рудимент церковного брака в каком-то смысле. И еще вот эту тенденцию, что, возможно, этот брак, он не на всю жизнь, а временный. И с этим человеком, ну, будет хорошо, ну, может, 7, может, 10, да, может, 5 лет. А дальше уже так словно откладывается, что стоит разойтись и не мучить друг друга, это еще не закрепилось в нашем этом самом. Ну, и, опять же, напоминаю, чтобы, как бы, вот, да, от этой, может быть, такой идеальной идеи немножко дистанцироваться, это что тот церковный брак, который был, да, на всю жизнь. В принципе, там были такие сильные элементы брачного рабства. Во-первых, чаще всего, если это были молодые люди, их женили или выдавали замуж в насилие, не всегда совпадало. И потом, кстати, сложно было что-то сделать, да. То есть, да, вот это, кстати, из тех элементов, где я написала по-страхате, когда говорят о чем-то прошлом, или там, о рыцарях, да. Ой, рыцарская любовь, ой, прекрасная. Ну, берут один фрагментик, да, вот из всей массы всего, что происходило, и идеализируют. Но на самом деле все было гораздо сложнее и не так классно, как кажется на первые дни. Точно так же церковный брак, он, ну, был он таким, разным, да, то есть, и было в нем тогда много негатива. И на сегодняшний день, вот этот момент, продолжительность, насколько длительными будут эти отношения. Ну, наверное, все равно зависит от нас, какими будут эти отношения. Да, и есть браки, которые, вот такая фраза, да, поженились, на том и разошлись, да. Я видел такую сцену, когда наступил жених на фату невесте при выходе из ЗАГСа, она сняла туфлю и дала ему помолиться, он сел прямо же в машину, тут и уехал. Я не знаю, чем это закончилось, но мне кажется, на этом, возможно, их росписи, вот, да, вот, заверяется. Самый скоротечный брак, который можно было бы по себе представить. Да, вот, буквально, вот, то есть, когда и запомнилась мне эта фраза, поженились, на том и разошлись, да. Так вот, это может быть год, это может быть два, ну, вот так, как клиенты, которые к нам обращаются, ну, по-разному увидят, да, то есть, вот. Чаще всего кризисом является, вот, три года считается, есть страсть, если она была в начале, да, вот, если она была с момента встречи, кстати, да, вот, с момента заключения брака. И, где-то, вот, еще годик, полтора, в общем, обычно нормально, то есть, первый кризис наступает четыре года, очень часто расходится. То есть, средняя продолжительность четыре года. И что дает официальный брак? На самом деле, его плюс, да, это паузу, паузу, которая дает возможность остыть страстям, когда хочется разойтись. То есть, когда, вот, поругались, да, если это, вот, гражданский брак, собрал вещи, там, да, или сказал, уходи, ну, так, разному, да, все, разошлись. И, вот, можно, может, кому-то, там, в обидке, и все остальное, уже все с кем-то другим, ну, и так вот. Кстати, гражданский брак легче разрушить. Если, вот, душе, там, разорвалось, да, или что-то начало всему происходить. А официально сложнее, потому что, все равно, государство создает определенные сложности, да, вот, даже, если у детей нет, надо и пойти, написать совместно заявление, да, через месяц получить, подтвердить и получить. И все равно, там, кто-то может выделываться из супругов, но не прийти, не это самое. Ну, и как-то это тянется, и может быть, это, я думаю, довольно часто бывает так, что они передумали, помирились, и вот, вот, да, то есть, по сути, вот, в этом аспеке продолжительности, самое главное, что есть возможность потом подумать. Ну, может, и хорошо, да, вот, я так думаю, что это самое. И, может быть, хорошо, что в гражданском браке, это минимальная пауза, потому что некоторые и так могут, знаете, сходиться-расходиться, сходиться-расходиться, жизнь уже совсем никакая, да, но все равно. Еще один, второй пункт, да, еще один пункт, это способ сохранить любовь. Вот, ну, мне кажется, вот, ну, считается, что это может сохранить любовь. И это очень неоднозначно, вот, мы клянемся, брачная клятва есть, да, мы ее произносим автоматически, это большинство, волнение, всех этих праздников, да, там, фотографирование, и все остальное. И, ну, вот, эта клятва не работает, потому что, по сути, от этого не зависит, да, от каких-то совершенно других причин. И тяготы брака, ну, естественно, да, которые возникают, а я перечислю сейчас, в каком-то смысле будет понятно, да, резкое увеличение требований и уменьшение свобод, первая тягота, да. Как только стал мужем, да, как только стала женой, давай-ка, дорогая, в соответствии. Притом, в соответствии в голове у каждого, да, то есть, и они, кстати, это еще дают, это пункты очень различаются. Следующее. Возможное смещение эпицентра отношений с психоэмоционального, душа в душу, да, вот это все, да, на другие какие-то сферы в жизни, которые, ну, они же не менее важны, но они как-то вот выпячиваются после официального заключения брака на родительство очень часто, да, вот родился ребенок, все, мы же тут все в родительстве, это в хорошем смысле. А вот тут уже как-то потерялось. Ну, потерялось, ну, как бы, не потому, что там кто-то плохой, да, или потому, что, как бы, любовь совсем прошла, ну, просто потерялось. Не нашли вовремя назад вернуть эту психоэмоциональную связь в связи с родительством, в связи с совместным ведением хозяйства и быта, да, это тоже, в принципе, да, при том, там могут быть какие-то претензии. Решение вопросов, которые связаны с имуществом, наследованием, доходами, формой семейного бюджета. Это вот та тема слова, которая, ну, это самое, в прошлый раз, и, ну, бьются многие. Это одна из самых больных тем, да. Деньги складывают в тумбочку и берут каждый сколько хочет, кто сколько тратит, какой-то грошек делайся и все такое, да, вот это вот очень сильно. То есть, вот, клятва любви друг друга, бло-бло-бло-бло, бло-бло-бло. Лодка любви разбилась о больных, да. Реальные. Да, реальную жизнь, реальное взаимодействие, да. И вот это, кстати, вот этот пункт, самый сильный довод, по моему мнению, в пользу гражданского брака. Там, учитывая, что он такой хлипкий, да, вот, его некая такая негарантированность, да, вот, там все-таки вот партнеры чаще всего, хотя это не факт, да, но, как бы, в среднем, они сориентированы на то, чтобы это не уделять, да, чтобы они ради этого, как бы, вместе, и они это отслеживают. Ну, это, опять же, не всегда. И, вообще, вот, есть крайнее убеждение, что любовь и брак – две вещи несовместные. Хорошо, дело брака. Да, хорошо. На свободу и все так далее. Вот, как вот так вот. Да, следующее. Что, официальный брак может рассматриваться и в каком-то смысле это поддерживать. Вот, о свидетельстве любви. Ты меня любишь, знаешь, женишься, да, там, или будешь за меня замуж. И серьезных намерений, вот, да, вот, я хочу с тобой пожить дома. И, ну, я поддерживаю, но это, к сожалению, не всегда. Потому что очень часто присутствует расчет. Притом расчет и у женщин, и у мужчин. Ну, например, у мужчин расчет, она такая, вот, ну, гулять не будет, да, я рога носить не буду, да, вот. Я вот ее возьму, да, мне вот другие нравятся, и вообще я буду подгуливать, да, а вот такой расчет. Я вот возьму эту женщину, да, и потом скажу, да, ты мне в постели удовлетворяешь, ну, вот, у меня есть. Вот один такой из форм расчета, я все формы расчета не буду брать, ну, самое больное место для мужчин. Для поговоривания. Да, 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 ну, я оставляю все время, да, для разжевывания. Ну, например, это имущественные, да, вопросы. Вышли потому что богатые, да, там замуж, и так далее. И, в общем, в этом смысле тоже гражданский брак может быть святительством любви и серьезных намерений. То есть я к тебе ничего не хочу, да, ты ничего не должен, мы только потому что мы любим друг друга и хотим быть вместе. И то, что мы до сих пор вместе, свидетельство, что это на самом деле таки есть. И многие, кто действительно, ну, отстаивают гражданский брак, а такие есть люди, их достаточно много, они принципиально живут в гражданском браке, они, как было, об этом высказываются осознанно. То есть это такая позиция. Следующее, ну, пункт, который, конечно, уже отжил, это официальный брак дает санкцию на секс. Ну, раньше было так, да, вот эта фраза, а после этого ты должен на мне жениться. Долг супруг. Да, а сейчас уже звучит с такой, да, с улыбкой мы его воспринимаем. Ну, потому что секс начинается рано, да, потому что, в принципе, мы стараемся попробовать до того, как вступим, да, а как это будет, наверное, правильно, да, чтобы узнать. Ну, так, тем не менее, какие-то остатки есть, маленькие-маленькие, ну, например, там при оформлении в гостиницу, да, как-то удобнее, если вы муж и жена, да, чтобы на вас там или не смотрели, а может быть, там будут какие-то есть ограничения. Вот такие моменты. Ну, в общем, в принципе, скорее всего, тут больше в пользу гражданских отношений, да, ну, в начале, по крайней мере, для того, чтобы, ну, разобраться. Потому что может быть сексуально несовместимым. Вот может быть полное сексуально несовместимым. Вроде все органы одинаковые, да, вот почему-то с одним мужчиной или с одной женщиной просто улет где-то в космос, а с кем-то, ну, просто ничего. Это ты говоришь, что если только после свадьбы, а сейчас такое вообще редко бывает. Я же говорю, что это почти умерло, да. Ну, как санкция на секс, в каком-то смысле. Ну, извините, это, может быть, мой, этот, как-то, перфекционизм, да. Следующий пункт, это личные права на супруга. Ну, мой муж, да, я ей сейчас косы выдеру. Это ж мой, как она поглаз с ним, да. Это хорошо, если муж, условно, обозначить. Да, ну, на самом деле, ну, в принципе, да, как бы большинство людей это учитывают. Вот даже полицейские учитывают, дерутся муж и жена, да. Я говорю, вот, ну, это моя жена, я могу ее побить сейчас, да. Ну, в общем, да, это какие-то личные права. Пусть они не опровержимые, да, это все совершенно это самое. Но где-то есть это ощущение, да. И, ну, правда, при гражданском браке они тоже могут возникать. Ну, почему-то, как-то мы их меньше уверенно, не так уверенно ощущаем, да. Ну, там врать всегда можно, это моя жена, это мой муж. Мы так считаем. Все. То, что там будет, просите, да, покажите документы. Следующий пункт, который, ну, один из самых полезных, я считаю, это защита имущественных прав. Ну, браку уравнивает супругов в имущественных правах, да, вот. Вы знаете, совместно нажитое имущество, независимо от дали, сколько кто внес, да, вот. И, с одной стороны, если разное, вот, неравный брак, так называемый, но в имущественном вопросе, да, кто-то очень богатый, кто-то бедный по сравнению с ним, и тогда, конечно, это большое доверие к тому, кто богатый, к тому, кто бедный, правда, да, вот такое. И его права в браке официально нарушаются, на самом деле. Ну, давайте смотреть правде в глаза, да, то есть, в принципе, он, как бы, делает такой подарок, скажем так, половинке своей, да, вот у меня все еще есть, это, да, вот. Притом, это в современном мире, в котором уже женщины вполне стали на ноги, да, и могут быть очень состоятельными, это не только мужчина от этого страдает, это могут быть и женщины страдать, и мы тоже такие случаи видели. Но их, правда, меньше, да, вот. Страдают в случае развода, если вы говорите, что живут хорошо, чем они страдают. Да, если все хорошо, то все хорошо, конечно. Но этот вопрос все равно, может быть, потом подниматься. И, во-первых, вот в какой-то смысле, тот, кто получает это все, вот так вот, да, он может это испытывать как подарок, и может, там, быть, богатарин за это, да. Но, опять же, через какое-то время он может об этом благополучно забыть. И, вот. А тот, кто дал в подарок, хорошо помнит. Хорошо помнит, да. И говорит, ну, блин, как в том мультике, да, мы его на помойке нашли, и он нам фильмам этот рисует, да, есть ли в консультировании у меня несколько таких, да, ну, правда, та самая, не пара, а отдельная с членами СИГИ, которые вот так вот, блин, я вот хотел помочь этой женщине, ну, теперь все, я как бы все это обязан, все это отца, ну, в совершенно этом не ценит, и не уважает меня, ну, вот такая, как бы это сказать. В гражданском браке это меньше, то есть, вот эта разница, она все равно как-то учитывается обеими супругами, то есть, вот этот момент, что я тебе это даю, и ты это оценишь, ну, не исчезает. Ну, я думаю, от этого могут быть более крепкими отношениями, но может быть и другая сторона. Дело в том, что каждому хочется быть хозяином, да, вот, хозяинка, хозяином, и кого-то может напрягать. То есть, я здесь не хозяин, да, это твой дом, например, жены, да, а я тут не хозяин, ну, может, мужчина может ничего не делать, а потом, переехав в какой-то другом, и он сам, да, вот, стал хозяином, неожиданно оказаться на все руки мастер, да, и там делать те вещи, которые, казалось, он никогда, в принципе, в жизни своей не будет делать. Ну, такое есть, да. Но это редко. Ну, редко, но все равно, я же, да, постараюсь всю политику оказать. Следующее. Официальный брак, в принципе, рассматривается как оценка женской состоятельности. К сожалению, я считаю, да, так создают. Вот женщина, если вот ее не взяли вообще за мной, то и взял. Все это, капец, это у нее самооценка, она ниже плинтуса совершенно. Хотя, ну, в современном мире... Так кто такой не взяли уже с низкой самооценкой? Ну, это уже, да, одно порождает другое. Ну, наоборот, такую и взяли в этом... Это запрос. Ну, да, да, тут, да, как-то смотрится, как устроено посмотреть. Это статусность жены вообще, она, как бы, все-таки больше для женщин, для мужчин. Видите, как ходит мужчина, который переимается тем, что он никогда, да, да, вот это самое. И только в том случае, если уже определенного возраста ни разу не был, и вообще на нем висит уже клеймо матерого холостяка. Это ближе к 40 годам, кстати. Вот это тогда начинает уже на него давить, что он, как бы, какая-то... Хотя, если он убежденный, у него там... Бабарабан. Да, он либо барабан, это все нет. Ну, это ближе к 40 годам. И такая идея X, интересно, там я сбросил статью в чатах. Там вот есть интересная статистика, что вот за официальный брак в основном девушке 16 до 25 лет. А потом розовые очки снимаются. А потом розовые очки, и в переходе к вот этой фразе, да, выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. То есть те, кто попробовали, те потом могут быть зато-то недорогое. Пусть ты вот просто там, да, если что такое понятие, гостевой брак, вообще не живут вместе, оно приходит, да, там... На выходные, да. Да, я вот всех этих прелестей с носками разбросанными, и там... Нормально все. А что ты есть, кушать не наварила, да, такое... Я думаю, я этого не хочу, я уже там побывала, да, я уже там все исследовала и решила, что нет. То есть вот как бы, ну это теряется с возрастом и опытом женщины, да, вот такое. Следующий, восьмой пункт, повышение ранга при их разности. Ну, то есть, опять же, это неравный брак, а только в ранге. И, скажем, это такая ситуация, там, жена олигарха, да, ну вышла замуж за олигарха, я сама стала олигархими, да. Хотя не всегда так происходит, это еще тоже вопрос, потому что есть такое понятие, как морганатический брак, вот редко употребляется термин, это когда выходит замуж или женится, но не получает прав супруга. Чаще всего это, например, там, Потемкин, да, он был женой Екатерина II, но он не был императором. Да, то есть, он, ну, правда, егар, у него там граф, там, все такое, все у него было масса и, в принципе, денег, все, но он все равно не был императором, да, то есть, вот такое, то есть, как бы, не дает возможности. И, как бы, все равно, даже при таком положении, даже в состоянии фаворита, какие-то плюсы есть, да, то есть, вот, полного равенства может и не быть, но, может быть, и какие-то плюсы. Девятый пункт, это форма защиты прав женщин-матерей. Ну, на самом деле, женщина больше всего беспокоится, что же будет, да, когда ляньку тут сделаем, и дальше, я буду сама расхлебывать, а ты там, ну, только дыги, пыль из-под копыт, смылся, и все, и я теперь сама все должна, а это очень тяжело, и по жизни, и материально, и все остальное. Но вот интересно, есть опыт страны, где материнство, особенно, кстати, матери-одиночки, очень хорошо государством, как бы, компенсируется. Ну, только они у нас. В Соединенных Штатах, например, есть своя проблема, в негритянских, я скажу, ну, в афроамериканском фрагменте, там, в принципе, дают хорошее пособие, и там вообще нету браков, вот, они, ну, не женятся, афроамериканки не женятся, они заведут себе 5-6 детей, у них есть деньги, а этот наркоман, дурачок, он им вообще просто не нужен, да, вот, и все, вот так. Они встречаются ради каких-то, там, общений, и это одна из проблем американских, афроамериканских семей, да, то есть, если деньги женщине дать, достаточно большие, она может стать противником вообще, вообще даже брака как таковое. Я думаю, что в принципе, это, ну, очень-очень логично. Я знаю случаи, когда, ну, там, да, или разводятся даже, да, чтобы они так поступили, как матери-одиночки, или не хотят, вот, там, скажем, развелись, могли потом сойти снова, ну, поругались, но не хотят сходиться. Ну, в общем, у нас это тоже срабатывает, хотя пособия не такие, да, не регистрируют в том числе. Поэтому гражданский брак может быть одной из причин, чтобы получить пособие, да, вот. И один момент, который вот здесь, на вот этом примере, да, что женщина может и отказаться тогда от официального брака, если у нее достаточно средств, и я считаю, что правильно, она просто, не знаю, священную миссию выполняет, да, она вот граждан создает. И рак, и звук, дик, да. Кто-то там, самолеты, ааа, людей, это самый ценный капитал, да, самое важное. И самый тяжелый, как Комаровский, в общем, лучше всего мы умеем произвести людей, какие у нас красивые дети. Ну, и все остальное, что делается руками, да? То есть руками делается. Никуда не годится. Ну, хорошо. И еще один момент, который я дохожу к нему, что, смотрите, тут очень интересно такое. Вообще, вот, в каком-то смысле важность и напряженность вопроса с официальным браком из-за того, что государство переложило на родителей тяготы по содержанию детей. А это большое свинство, мне кажется, да, вот. Если вы потом забираете эти девушки в армию, да, если вы потом навешиваете на них массу обязанностей, то какое вы имеете право, да, на нас перекладывать все эти вещи, да, вот. Ну, вот такой, скорее, такой интересный момент, что... А в смысле рекламы, а дальше как-то по-другому были? Ну, некоторые государства по-другому. Ну, у нас же было и... А у нас, ну, и все равно ориентируемся на наше. Может быть, у него что-то? Нет, я не прикладываю. С другой стороны, мы рожаем детей для себя или для кого-то? Ну, так, в общем, это не так правильно. Нет, мы рожаем и для себя в армии, для кого мы хотим. Нет, ну, это более... Это... Мы рожаем их для себя, потому что мы люди, именно нам... Мы против Украины, да. Хочется иметь детей. Но сам-то вопрос, да, он государственного значения. Ладно? Но если в стране нет людей, как сейчас, которые выведут из Украины все, и что? Это что, неважно, чтобы тут были люди? Они же народа больше кислорода. Да, ну, может быть, критическая мама. Если нарушить застрады тот кислород. Следующий пункт, десятый, уже скоро конец. Извините, да, что мы уже в ногах. Итак, это защита прав детей. Ну, здесь, да, это один из самых сильных аргументов. Нет, это предыдущие. Нет, предыдущие. Ну, форма защиты прав матерей же. А, матерей? Ну, матерей же тоже страдают. То есть, я как разделил эти пункты, они действительно, я считаю, должны быть разделены. То есть, это отцовство, установление отцовства в браке, да, как вот по кодексу Наполеона, отцом ребенка, родившихся в браке, считается муж. Очень удобно. А все остальные никого не интересуют, да. Хотя некоторые сейчас пытаются при помощи этого ДНК выяснить. Это, конечно, да. Это, конечно, может быть, не знаю. В общем, отцовство. А в интернете в случае вот эти то, что там хопс, и не от него вы оказался. Отцовство. Ворота алиментов, если разошлись, да, или даже если, это, кстати, возможно, но достаточно сложно. Когда он живет с вами, но не приносит денег, а их имеет. Ну, не сложно. Ну, все равно требует каких-то усилий, правда, доказать и заставить. Наследование, да, то есть, ну, ребенок, наследник первой очереди, да, и, в принципе, это тоже важно. Это интерес ребенка, да. Ну, не забывайте, что есть обратная сторона медали вот этого всего. Алименты на родителей. Ребенок, может, потом платить папе, да, алименты. Вот это через время, когда он будет нуждаться, да. Он может подать, у него есть право подать. Не забывайте о том, что родители могут не выпустить ребенка за границу. Папа какой-нибудь сидит и говорит, нет, ты хочешь уехать? Да, сейчас. Мы, кстати, среди клиентов встречались со случаем шантажа. Очень серьезно, когда требовали отцы машины за то, что женщина хочет замуж за границу, у нее там все раскладывают. Ну, и в этом случае, да, гражданский прав уменьшает эти риски, да, вот, негативное использование родительских прав при конфликте, когда разошлись. Одиннадцатый пункт. Возложить на себя и партнера обязанности и права. То, что одним таким уражением супружеский долг, да. Ну, я уже говорил, что я к этому пункту супер, а он понимает его по-разному. Сейчас очень большая проблема в том, что нету этого норматива. Вот нету, да. Ну, как бы, договариваются каждый раз. Ну, так. Сами, да, приходят из разных семей, из разных традиций, из разных типов отношений. И всем кажется, что они, типа, друг друга поняли, да, что друг на друга возложили. А на самом деле вскрывается все уже потом, когда дело доходит до дела. И очень жесткие бывают моменты, да. В зависимости от характера, некоторые ж такое упрость, в сырусть надо поковерюсь, да. Такие вот, жесткая непримиримость. Вот я так считаю, значит, так должно быть. И, в принципе, сейчас один из способов преодоления этого варианта, это то, что я называю психологический брачный контракт. То есть, перед тем, как вступить в официальный этаж, вы разберитесь с основным пунктом, что вы понимаете под правами и обязанностями супругов, да, и что ты должен делать, чего ты не должен делать, да. Она, он, она и так далее. Ну, это как бы, да, разрешение будет на конвенциональной основе. То есть, договорились так. Не то, что есть какое-то правило, да. Потому что правил нам нет, вот сейчас разрушили все правила. Да, вот это все многообразие современной жизни. И в гражданском браке меньше напряжения в этом вопросе. Меньше. Потому что меньше хлебований, ты неофициально, да. Неофициально. Да, и как-то... Никто никому ничего не должен. Да, никто никому ничего не должен. Ну, и последний, да, пункт, который, кстати, многих, молодых людей не держат часто в этом, так называемом, гражданском браке. То есть, они и хотят, но не могут. Ну, действительно, не могут это. Пункт, я назвал свидетельство о брачной дееспособности. Вот для того, чтобы жить, да, нужны средства. Нужен дом, на зарплату, там, кто-то на свадьбу захочет, кто-то купшиком на свадьбу, а денег на меня нет. Они живут годами, да, вот, ну, и есть. Кредит. Есть, да, где, которые кредиты берут. Да, вот такое. А, да. Вообще-то, да, конечно, захотеть жениться, мол, 17-летний парень, да, 16-летняя девушка. А вот вопрос, на что они будут жить, ну, это вопрос, конечно, в голове родителей возникает, да. Да, а у них-то еще нету возможности, да, разве что какой-то там такой талантливый, супер-хлопчик, который уже миллиарды там заработал, хотя бы, не знаю, пару тысяч долларов заработал. Да, чтобы уже этот вопрос решать. У нас, как-то, получается, что они становятся иждивенцами родителей, к сожалению, да, вот это такая. И вот, как по мне, то все-таки в данном случае гражданский брат лучше, потому что он честнее и, в принципе, не возлагает на родителей тех тяготок, которые, как бы, они не должны нести, да. То есть это ваше решение, да, вы нашли друг друга там, по любви сошлись, это ваше решение, мы вам не против, ну, ребята, да, ну, тогда ж и ляльку не делайте, да, и не требуйте от нашего просто-то умерли, да, чтобы у вас была квартира или там еще что-то и все такое. Ну, в общем, вот двенадцать пунктов. Я еще раз пройдусь по ним по названию, чтобы, может быть, кому-то там возобновить в памяти и как-то общую картинку, ну, название, да, идеальная продолжительность, что мы говорим на всю жизнь. Я сейчас назову просто, прочитаю и все заканчиваю. Способ сохранить любовь, свидетельство любви и серьезных отношений, санкция на секс, личные права на супруга, защита имущественных прав, да, вот эти все вопросы, женская состоятельность, повышение ранга, если такое есть при разнице, форма защиты прав женщин-матерей, защита прав детей, обязанности возложения друг на друга взаимных и свидетельство значительной дееспособности.